Практика проведения встреч молодежи с представителями правоохранительных структур вновь становится более частой. Раньше этому препятствовала пандемия, сегодня работа возобновляется. Очередными участниками открытого диалога стали учащиеся Брестского государственного колледжа приборостроения. В администрации учреждения уверены, что такие диалоги важны и нужны молодым людям. Как минимум для того, чтобы помнить о своей ответственности перед близкими и друзьями. Сегодня идет невидимая война. Мы являемся по одну сторону учреждения образования, по одну сторону и так называемые наркодилеры или наркотические кураторы, они по другую сторону. И цена вопроса это судьба ребенка и его семьи. Поэтому мы каждый день держим оборону. Разные у нас мероприятия проходят на базе колледжа, кураторы проводят, администрации проводят. Но пока мы видим четко, что идет все-таки рост преступности по этой статье. Проблема наркомании и наркозависимости не теряет своей актуальности уже десятилетия. Конечно, ужесточение законодательства и определение более строгих мер за сбыт и хранение этих веществ стало своего рода мерой регулирующей. Однако с каждым годом бороться становится все сложнее. Их распространение и продажи сегодня, как правило, идут через интернет. Конечно, каждую новую уловку злоумышленников правоохранители стараются максимально быстро пресекать. Однако избытчики опасных веществ в свой теневой бизнес развивают стремительно. Поэтому очень важно рассказать молодым людям, как случайно не попасть на крючок преступников. И объяснить, что легких зависимостей не бывает. С начала года в управление Государственного комитета судебных экспертиз поступило свыше 300 постановлений о назначении исследований наркотических средств и их аналогов. Следует отметить, что наиболее распространенными наркотическими средствами, психотропными веществами, которые от нам поступают, это такие вещества, как мефедрон и альфа-ПВП, ну и классика – это марихуана и кашиш. Конечно, наше управление не могло остаться в стороне от проведения такой важной и значимой акции. Поэтому наши сотрудники постоянно встречаются с молодым поколением, пытаются объяснить и объясняют о вреде наркотических средств и психотропных веществ, а также к каким последствиям это может привести. Важно, что каждая озвученная в рамках встречи ситуация была историей из жизни. Реальные примеры и тот факт, что за преступлением всегда следует наказание, должны стать хорошей основой для мыслей и рассуждений у молодых людей. А судебные эксперты, в свою очередь, пообещали, что придут в учреждение еще не раз, чтобы рассказать о других аспектах своей непростой, но очень интересной деятельности. Продолжение следует...